Баба-джи, вопрос по поводу любовных отношений, как должны два возлюбленных относиться друг к другу в отношениях? Это самая сложная вещь, потому что есть отношения, есть любовь. Это абсолютно противоположная вещь. И все партнеры в отношениях пытаются и любить, и быть в отношениях. Это как солнце, как день и ночь хочется встретиться. Во-первых, я говорю, когда вы встречаете кого-то, женщину или мужчину, нравитесь друг другу физически, энергетически. И у вас притяжение друг к другу возникает. Если обе части, обе стороны притягиваются друг другу, нравятся друг другу, они начинают влюбляться. Они пока что еще не встретились, они на каком-то расстоянии находятся друг от друга, иногда встречаются один, два часа, три часа, иногда просто разговаривают. Они еще не в отношениях, как друзья. Они подходят просто друг другу поближе. Когда вы в дружбе, тогда любовь есть. Любовь всегда остается в дружбе. И когда вы начинаете влюбить, вы начинаете летать. Любовь делает вас летающими. Вы получаете крылья и отправляетесь в небо. У вас хорошее настроение, радость. Как будто вы не на земле, а где-то там летаете сверху. И так много влечения в мире по поводу любви по этому. И вот у нас есть ум, и он очень жадный. Он говорит, если я в течение двух часов встречи, разговоров, сидения в ресторане с ней, прогулок, так хорошо чувствую себя. Почему бы нам не сблиниться? Тогда ведь еще больше любви появится. Все время, если мы будем вместе, 24 часа, тогда вообще супер будет. Вообще будет взрыв любви. И тогда они сближаются. Как только они сближаются, они попадают в отношения. Вы хотите встречаться с кем-то, быть в отношениях. Как только отношения начинаются, начинается ум. Отношения начинаются с ожидания. Когда вы в дружбе, никаких отношений, никаких ожиданий нет. Если она что-то делает для вас. Допустим, хорошо, пойдем, паким чай. Или я хочу для тебя чай приготовить, или что-то тебе сделать, или что-то, подарок какой-то тебе дать. Ты когда любишь, ты даешь подарки от сердца. И тот, кому это дарится, он чувствует себя великолепно. О, мне что-то дают. Потихоньку они приходят в отношения. Потому что начинается ожидание. Ожидание – это значит, ты теперь мой мужчина, а ты моя женщина. Ты должен делать это для меня. Просто как будто власть над человеком. Ты должен это делать. Ты даришь подарок какой-то. Например, кольцо. Она говорит, только кольцо. Это кольцо ничто. Должен принести ожерелье. Ты что-то мне какую-то ерунду даришь. Вот посмотри, сосед там, он очень много дарит своей жене. А вот тот мужчина большую машину своей жене подарил. А ты только колечко мне, никакой благодарности. Только всегда больше хочешь. Пока у вас есть дружба, любовь будет оставаться. Как только ожидания приходят. Даже ожидания могут быть, когда дружат или живут вместе две девушки, в одной комнате живут. Потихоньку у них начинаются ожидания. Ожидания начинаются, и отношения начинаются. Отношения начинаются, и ваша жадность появляется. Ревность, гнев, и все это приходит. Просто с одним словом все начинается. Ожидания. Когда приходит ожидания, то думает, что она не должна смотреть на других, она моя. И вы ломаете свободу друг друга. Когда свобода заканчивается, любовь тоже заканчивается. Мы думаем, что отношения – это любовь. Каждый думает, что отношения – это любовь. Когда мы… Чем больше у нас отношений, тем больше любви. Но нет, наоборот, все происходит. В основном, все любовники в начале первых шесть месяцев или год, они чувствуют себя очень хорошо, летают. Чем ближе они подходят друг к другу, начинаются отношения, ожидания. И они даже сами не замечают, когда любовь исчезает. Просто утекает. И они говорят, о, где любовь. Мы вначале смотрели друг на друга и говорили друг другу, что мы будем друг с другом всю жизнь. Даже не в этой только жизни, а еще семь жизней вперед. А сейчас что? Сейчас ты даже смотреть на него не хочешь. Расстражение, ненависть появляется, гнев. Все эти эмоции приходят. Как только отношения начинаются. Отношения с любовью соединить очень сложно. Это практически невозможно. День и ночь. Темнота и свет. Когда у вас есть. Когда любовь приходит, ум должен отойти в сторонку, он растворяется. Когда приходит ум, очень потихоньку любовь уходит. Вы наслаждаетесь своим умом, вы наслаждаетесь своими играми власти, а любовь в это время уходит. И каждая пара имеет это значение. Когда они встречают друг друга, очень хорошо идет беседа, очень много любви, часами разговаривают. А теперь ничего они не говорят друг другу. И даже они начинают скучать, потому что они говорят друг другу, я люблю тебя, им этого не хватает. Никакого любовного разговора, никаких проявлений любви. Потому что начались игры ума. Они начинаются с отношениями. Дружба это очень хорошо. Дружить ты можешь с одним, с другим, с сотней, со всем миром дружить. В дружбе нет отношений. Если хорошо, если что-то делаешь, то хорошо, спасибо. Очень большая благодарность. Но с отношениями, даже с матерью, у вас есть отношения, с отцом есть отношения. Дочь, сын, жена, все друг другу нет отношений. И вот, когда есть отношения, мы говорим вам, делай это, делай то, как я хочу. И если это не происходит, то начинаются скандалы. Один говорит, я прав, а второй говорит, я прав. Один говорит, я хочу это, другой говорит, нет, я хочу вот так. Начинается ругань. С друзьями это хорошо. Ты можешь с любовью как-то сказать, я вот хочу вот так. Я знаю, что так правильно. Если другой хочет, а если ты хочешь, то давай так поступим. Если нет, то я тебя не заставляю. Вот так вот в друге происходит. А в отношениях очень по-другому все. Почти невозможно оставаться в любви. Поэтому во всех отношениях после того, как начинается игрома, исчезает любовь. Поэтому твой вопрос, как я могу оставить любовь в отношениях. Вот есть одно. Когда идет ссора какая-то. Какие-то пары каждый день ругаются, какие-то раз в три дня, раз в неделю. А иногда очень большая ссора происходит. Все, прощай, уходи. Уходи из моей жизни. Оставь меня в покое. Я не хочу тебя видеть никогда. Вот такого типа. Даже оскорбляют. Даже бьют друг друга иногда. Да, это происходит. Когда слишком много гнева происходит, то начинают драться. Сначала они кричат, потом оскорбляют, потом дерутся. И хотят уйти друг от друга, закончить все хотят. И если так происходит, то значит вам нужно отойти на дистанцию друг от друга на какое-то расстояние. Если вы начинаете ругаться. Один, два, три, два, пять дней. Чуть-чуть подальше побыть друг от друга в другой город, уехать в другой дом, перейти пожить. Чуть-чуть перемен. Передышка. Когда у вас есть вот это вот. Вот это расстояние, на что вы думаете. Какая бы негативность между вами не происходила, она сгорает. Расстояние дает вам свет. Когда вы далеко от вашего партнера, вы начинаете чувствовать любовь. Вы говорите, о, ну чё, как ты? Чего ты хочешь? Я приеду, а что тебе привезти? Начинается любовь. Вы оба хотите снова соединиться, встречаетесь. Один, два часа вместе и опять ссора. Опять ругань. Очень часто это происходит. Так вот, расстояние необходимо. Если вы умеете держать расстояние, если вы уходите на три дня, вся вот эта вот негативность сгорает, и вы снова встречаетесь. Когда негативность заканчивается, сгорает, она становится любовью. И тогда вы снова чувствуете любовь, притяжение друг к другу, желание друг к другу. Но скоро, когда вы встретитесь, один день побудете вместе, несколько часов или два дня. Пока любовь уйдет, и ум снова придет. И опять эта любовь заканчивается. Так что, если у вас есть ссоры, то получается, что вы каждый раз должны уезжать, распаковать свои вещи, куда-то ездить кто-то. А правильный путь это медитация. Когда вы медитируете, вы идете внутрь себя. Медитация означает, сейчас я заканчиваю со всем. Вот этот один час только для меня. Я не хочу не думать о семье, о жене, о моей работе. Этот час я только для себя посвящаю. Никому, ничему внешнему. И вот этот один час, когда вы приходите к себе и начинаете наблюдать ум, свои мысли потихоньку, потихоньку. По мере того, как вы наблюдаете, ваш ум превратится в любовь. Вся ваша темнота станет любовью, светом. Единственный способ это идти внутрь с помощью медитации. Утром один час. Весь день вы работаете, приходите с работы вечером. Первая вещь это один час медитировать. Какой бы негатив социума не принесли, какой бы мусор, какой-то ум. Первое, что вы приходите домой, делаете и очищаете всю свою простату. И снова вы наполнены светом, и любовь начинается. И тогда вы можете быть в отношениях. Если вы хотите, чтобы ваши отношения оставались в любви, в любящем состоянии, то первое, что вы должны понять, это любовь внутри вас находится. Она не где-то вовне. Если бы она была вовне, то каждая пара в начале всегда очень много любви испытывает друг друга. И почему же тот же самый человек, та же самая женщина через один, два, три года не хотят видеть друг друга? Не хотят быть вместе в одной комнате, хотят сбежать друг от друга. Закончить хотят, если этот человек конкретно дает тебе любовь, почему бы он тебе все время не давал и всю жизнь не дает эту любовь? Но происходит наоборот, когда вы вместе, и вы как бы говорите, я знаю тебя, а он хочет знать и контролировать тебя. Как только вы думаете, что вы знаете, то загадка тайно исчезает. Вначале вы не знали, что это за женщина, какая она. Когда вы вглублены, вы говорите, хорошо, вот завтра давай встретимся. Встретимся вечером и на ужин пойдем. Когда вы приходите завтра на ужин, вы не уверены, вы не знаете, о чем говорить, как все будет, что-то произойдет неправильно. Будем ли мы дальше вместе или мы сейчас расстанемся. Вы не уверены. Вот это вот неизвестность, это любовь. Но когда вы вместе, жена муж, вы звоните и говорите ей, жена, приходи. И вы знаете, что она не может никуда пойти, она как бы снизу. В любви нет никакой уверенности. Вы не уверены. Она даже если скажет в любви, хорошо, давай встретимся завтра. А может она не придет. И вот видишь, она идет за другим мужчиной. И ты думаешь, вот дела. Потому что не контролируешь ее. Ты не собственник, не хозяин. А когда вы вместе поживаете и живете вместе, у вас есть это мое. Когда моя женщина, вы начинаете думать, мой мужчина. Вот это мое, оно дает печаль и страдания. Что бы ни было, слово мое, оно влияет. Мой дом, моя дочь, моя машина, моя жена. Все, что могло быть. Вы говорите мое. Мое это мое, майнд это ум. Вот они очень похожи. Май, майнд. Иго начинает работать. Но в отношениях без этого мой вы не можете быть. Эго хочет, чтобы как можно больше всего было моего. Я умею здесь, это мое, это мое, это мое. И эго становится больше. Когда вы начинаете думать, что нет ничего моего, а в этом эго не может существовать. Оно существует, когда есть что-то мое. И когда эго появляется, любовь исчезает. Оно не может быть там. Эго и любовь, это как свет и тьма, они могут быть вместе. Вот отношения, это игра ума. Поэтому, как только ум напрыгивает на это, вы даже не замечаете. Любовь очень нежная, очень... У нее не очень сильная власть. Она как цветок. Она утекает очень-очень. Вы даже не замечаете этого. Заканчивается. И только остаются игры ума. Вот так происходит. И отношения... Если вы хотите отношения в любви сохранить, то тогда медитация. Медитация идёт внутрь, куда не может проникнуть ваша жена, ни ваша семья не может проникнуть. Никто не может туда проникнуть. Но у вас есть это. Когда вы достигаете глубочайшего центра себя, вы абсолютно один. Никого там нет. И когда вы оттуда возвращаетесь, вы полны любви. Иногда я говорю, когда вы медитируете... Утром вы сидите в своей комнате, в одном уголочке, медитируете в уединении. И вдруг вы чувствуете, что кто-то подходит. Потихоньку открывает дверь и заходит. И вы хотите знать, кто это. А вы очень глубоко подходитесь. Вы в очень хорошем пространстве, очень в тишине, в медитации. Вы открываете глаза и смотрите. Женщина подходит. Я говорю. И вы говорите. И вы хотели бы поговорить. Вы говорите. Хорошо. Какая великолепная ты. Как будто ты с неба спустилась. Женщина. И вы говорите. Ты такая красивая. Очень хорошая. Кто ты такая? Откуда ты? Ты кто вообще? Она смотрит на тебя. Очень весело ей. Очень странно. Ты кажешься ей. Она говорит. Кто я? Я жена твоя. Мы 15 лет в браке. Ты забыл меня? Ты не узнаешь. Я жена твоя. 15 лет мы с тобой неразлучно живем. Вот так происходит в медитации. Когда вы идете полностью в глубину свою, там где заканчивается ум, вы можете заплыть. Там нет ума. И тогда все новое от вас. И как будто вы встречаете свою жену впервые. Или своего мужа. Тогда вы полны любви, полны пространства. Когда вы выходите наружу, открываете глаза, все выглядит очень красиво. Деревья кажутся более зелеными, природа кажется более сияющей, все кажутся великолепными, более красивыми. Это потому что вы стали внутри красивыми. И когда вы сами красивы все, снаружи красивы. Когда вы в хорошем настроении идете, все хорошо, все красиво. Вы хотите делиться, наслаждаться, быть людьми, быть с друзьями. Зовете их, приходите. Или вы идете сами к нему. Но когда вы в плохом настроении, даже если кто-то приходит и говорит, я не хочу. Не хочу видеть никого, закрывайте свой дом и сидите дома. Не хотите этот мир вообще видеть. Вы в плохом настроении. И медитация приводит в порядок вас. И делает вас радостным. Помню любви и внутренняя красота. Когда ваши глаза полны любви, красоты, все становится красивым. Все хорошее. Вы в порядке и все становится таким же. И если вы в плохом настроении, ничего вас не порадует. Даже если кто-то в дворец вас поместит, ничто вас не будет забывать. А тут, допустим, у вас очень простая комната, маленькая. И если вы в хорошем настроении, то вы будете наслаждаться этой маленькой комнатой. С медитацией возможно оставить твою истинную любовь, отношение. Любовь возникает, когда вы находитесь в моменте. Когда вы прикасаетесь к пространству не ума, появляется любовь снова, без всякой причины. Ты ничего такого не делал, но любовь приходит. Ты чувствуешь очень хорошо и красиво внутри себя. Она не снаружи. Она кажется, что снаружи, но на самом деле она внутри. Снаружи происходит только то, что когда вы встречаете кого-то. Может быть, этот человек с помощью этого человека останавливается ваш ум. И когда он останавливается, вы чувствуете любовь. Вы приходите в любовь, приезжаете. А в первый раз шикарно. А во второй раз меньше радости. А в третий раз еще меньше. А в первый раз вы видите океан и говорите, о как красивый океан. И каждый год вы приезжаете и мужик говорит, я не хочу даже видеть океан. Потому что вы знаете. Как только вы думаете, что вы что-то знаете, секрет тайно уходит и исчезает. А любовь – это всегда тайна. А отношения – это желание знать. И когда вы думаете, что вы знаете, любовь утекает. Когда вы идете внутрь, вы снова обновляетесь. Новым и свежим. И все тогда красиво вокруг вас. Вы будете любить своего мужа, партнера, жену, как будто только что встретили. Даже еще более красиво будете видеть его. Более красивым, чем первый раз. Какой ты красивый. Любовь будет расти. Потому что любовь будет расти. И вы будете это видеть. Чтобы оставить любовь в отношениях, вы должны позаботиться об этом. И ходить внутрь себя. Погружаться и затем возвращаться в полном любви. Иначе никакого другого способа нет. Соединить любовь и отношения. Или они просто компромисс находят. Просто заботятся друг о друге. Иначе куда? Куда мы пойдем? Что мы будем делать? Больше никого там особо нету. Поэтому будем вместе. И вот будем жить вот так вот вместе. Но любви уже у них нет. И хорошо, когда кто-то женится. По договоренности. Не по любви, а по договоренности. Семья, семья договаривается. Вот в Индии так происходит. Допустим, в одной семье. Парень в другой семье. Девушка. Их родители решают. Хорошо. Вот мы давайте их поженим. Они их женят и после свадьбы. И после свадьбы, через год, обе семьи перестают разговаривать друг с другом даже. Через один год. Они ничего не спрашивают. Они ничего не спрашивают. Они не спрашивают друг. А в течение одного года они не спрашивают ничего у молодоженов. Что, как. А через год начинают спрашивать, что дети, как, когда. Они начинают переживать, почему детей нету. Потому что родители очень хорошо знают, если дети не появляются, скоро этот брак развалится. А дети как бы склеивают брак. Помогают и заставляют быть вместе. В большинстве отношений, в большинстве браков, дети являются единственной причиной, которая удерживает этот брак. Иначе он развалится. Да, мы вместе, потому что дети есть. Мы должны о них заботиться. И так должно быть. Если дети есть, вы сделали детей, вы должны быть ответственными за них. Вы не должны быть вместе. Муж и жена не должны быть по раздельности. На Западе очень часто происходит, что через несколько лет родители разводятся, а дети... Очень большая рама происходит. Очень большой стресс. Допустим, они разводятся, а дети остаются с отцом. И отец приводит новую женщину. Он говорит, хорошо, теперь она ваша мама, а дети в шоке. До этого была у меня другая мама, а теперь новая. Как я могу принять это? Нет, они не принимают. Так что, во-первых, не заводите детей, если вы не можете быть вместе долго. Если вы хотите завести детей, то тогда ответственность на обоих сторонах. Это не так, что любовь заканчивается, и мы расходимся. Нет, у вас есть дети, вы должны о них заботиться. Это ваша создание. Вы сделали. Вы должны заботиться о них. Иначе они никогда не простят вас. Всю жизнь. Дети не простят, не прощают родителям такие вещи. Внутри у них есть очень большая рама. Она никогда не затянется, не залечится. Но вот в Индии очень много, очень много. Такое сильное влияние семьи. И муж с женой остаются вместе жить, потому что дети у них есть. Они их растят, пока они становятся взрослыми. И они должны их поженить теперь. И когда поженят, то все. Любовь почти закончена. Но остается ответственность. Любовь заканчивается в том случае, только если вы не знаете, как пойти внутрь себя к своему центру. Вот в эту паузу. Любовь закончится. Любовь закончится. Любовь в мире никакой любви, никакой радости. Как достичь радости. Или мир ищет вовне радости. Если я вот это получу, то тогда буду радостным или любви. Но нет, они получают это и никакой радости и любви нет. Они смотрят в неправильном направлении. Любовь здесь смотрит. Здесь никто не смотрит внутри. Они смотрят все наружу. Но оно здесь смотрит. Если вы смотрите внутрь себя, то вы будете наполнены. И тогда у вас есть любовь, и тогда это правильно, это то, чем нужно делиться. Теперь вы можете делиться и давать. Во-первых, вы должны быть наполнены. И тогда, даже если вы не хотите делиться, любовь – это природа. У нее такая природа, вы начинаете делиться автоматически. Она пойдет, потечет. Если вы хотите остаться в своем доме наедине с собой, она будет изливаться от вас. Из вас люди будут чувствовать это. Если вы хотите оставить, чтобы любовь была в отношениях или даже быть любящим, просто жить, не важно, с партнером или нет, то вам нужно знать, как приходить в свой центр. Там находится океан любви. Очень много людей там находится. Сначала вы прикасаетесь, вы чуть-чуть любви чувствуете, потом еще глубже идете. Еще больше. И в конце вы просто как целое небо, космос любви. Тогда вы станете океаном сознания. Любовь – это не то, чтобы просить любви дали. Это то, чем вы делитесь друг с другом. Нужно уметь идти в свой центр. Еще вопросы? Медитация – это правильный путь. Сделать вашу жизнь радостной, наслаждающейся, полной любви и красоты. И поэтому мы сюда пришли. Вы были рождены, получили тело, у вас жизнь есть, чтобы наслаждаться ею. Все хотят наслаждаться. Я вот спрашиваю, кто не хочет радости? Есть такие люди здесь? Кто не хочет любви? Кто? Есть такие люди здесь? Рамиль, может быть? Все хотят. Я тысячи людей спрашиваю. Никто не сказал, что я не хочу. Никогда никто не сказал, что я не хочу. Даже если ваше настроение самое паршивое, которое у вас было. Все еще хотите любви. Все равно. Потому что любовь – это наша природа. Это наша сущность. Но ошибка происходит только в том, что мы ищем любовь снаружи, а не внутри. Она внутри нас. Она уже в вас находится. Не нужно нигде смотреть, искать ее. Вы полны любви. Тебе просто нужно это открыть. Просто вырастить это. Любовь – это наслаждение. Когда вы наслаждаетесь жизнью, тогда еще одна вещь приходит. Очень радостная жизнь у вас приходит. Идет. И тогда вдруг вы задаете вопрос, кто это наслаждается? Вот этот вопрос приходит. Кто я? Вот это экзистенциальный вопрос. Кто я? Мы не знаем, кто мы. И тогда, когда придет этот вопрос, тогда ваш настоящий поиск начнется. И в один прекрасный день, когда вы будете идти в это путешествие, ответ в этот придет. Когда придет этот ответ, это будет просветление. Вы все знаете. Так что, с одной стороны, будет жизнь полная любви. И, с другой стороны, вы будете знать, кто вы. И медитация к этому приводит. И медитация к этому приводит. И медитация к этому приводит.